Всем ассаламу алейкум. У меня здесь я готовлю опару. В тёплое молоко я отправила сахар, дрожжи, отправлю соль, муку. Буду готовить опару на когалы. Я буду делать тесто на когалы. Делаю всё на глаз. Взяла там немножко молока. Здесь где-то 200 миллиграммовый стакан молока. Чайная ложка дрожжей, чайная ложка сахара и соль по вкусу. Здесь тоже я растопила немножко масла, одно яйцо. Ну где-то 50 грамм, 150 грамм масла. И замесила такое тесто. Тесто у меня уже подошло, как вы видите. Я его разделила на такие кружочки. Сейчас буду раскатывать. Раскатала всё. Вот раскатываю и смазываю каждый свой лаваш, класс, свой маслом. Тоже растопленным тёпленьким маслом. И каждый друг на друга ставлю. Я здесь поставила 5 лавашей на один такой вот. Делаю рулетик такой. И в каждом рулетике у меня по 5 лавашей. Здесь у меня 2 начинки, солёная и сладкая. И получились у меня такие вот, не знаю, как сказать, но вот разделила я их так. Теперь я делаю такие чашечки. Начиняю. Вот сладкую начинку беру. Ставлю тесто. И у меня как бы, как они называются, бадамбура, да, по-моему, бадамбура, если я не ошибаюсь. Вот. И тесто может быть одно и то же. Есть шакербура, а там тесто другое. Там узоры надо делать. А у меня тут бадамбура. Вот. И когалы у меня будут солёные и сладкие, да, получается, я делаю. Делаю вот такие вот чашечки. Туда я начиняю начинку и закрываю. Закрываю, собираю и ставлю в противень. Духовку я разогреваю. Вот такие у меня получились сладкие. Просто, да, сделала. И это у меня уже солёные. Я их так вот открываю. Вот. Всё. Теперь я буду смазывать яйцом. Каждый свой когалл буду смазывать яйцом. Потом буду протыкать вилкой и посыплю чёрным тмином, чтобы был очень такой вкусный аромат. Перед тем, как я вот эти вот буду смазывать, а другие подожду. Вот когда эти будут уже, я уже увижу, что мне их уже надо почти вытащить. Я уже начну смазывать другую свою партию тоже, тоже посыплю тмином, проткну вилкой и отправлю. Духовка у меня разогревается на 180 градусов. И запекаются они тоже, да, уже можно заметить, когда у вас уже румяные они такие. И когда уже вы видите, что снизу тоже они уже стали, да, очень можно быстро узнать. И когда, почему? Потому что когда духовка хорошо разогревается, при следующих партиях они могут запечься очень быстро. Так как у вас уже духовка разогретая, да, очень сильно. И тут, так как дрожжевое тесто, так как масло, да, внутри, очень быстро подходят. Вот такие у меня получились кувалы. И бадамбура у меня тоже такие. Всем ассаламу алейкум.